МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Алмаз разгромлен лидером чемпионата МХЛ». «Я такую мощную команду в Канюбе». «Первое Череповецкое волейбольное дерби высшей Лиги В». «Нет, это не принципиально. Просто повеселиться». Череповецкие пенсионеры завершили сезон праздником «Ура! Ветеран». Череповецкие пенсионеры снова собрались на свой главный спортивный праздник года – «Ура! Ветеран». Более десятка команд соревновались в различных видах испытаний в городском физкультурно-оздоровительном комплексе. «Ура! Ветеран» – одно из самых крупных, но не единственное спортивное мероприятие для пожилых людей в году. В этом году прошла уже пятая по счету «Спартакеада» среди ветеранов города. И в этот вечер награждали победителей и призеров многоэтапных соревнований. «Раньше вот это были соревнования физкультура «Ветеран». Это входило как в финал «Спартакеады». И по просьбе говорю, что команд ветеранов мы сделали его вне конкурса, именно праздником. А праздник, он должен быть совсем по другому форме, по другому содержанию. Поэтому вот мы и выполнили его именно праздником, но не соревнованиями». За 10 лет число участвующих в нем команд возросло с 4 до 16, но желающих еще больше. Просто даже это количество участников с трудом вмещает ФОК. Многие из сегодняшних участников выходят на спортивную площадку каждый год. «В этих я участвовал буквально 3-4 года. А раньше почему-то другие участвовали. Да моложе был немножко». А вот известная в прошлом череповецкая спортсменка Валентина Рябова в таком празднике участвуют впервые. «Заряд бодрости, позитива. Что еще можно от этих мероприятий ждать? Главное, чтобы повстречаться со своими коллегами, с которыми много лет проведено в спорте. Ну, просто повеселиться». Каждая команда представляет ветеранскую организацию из разных сфер. Это металлурги, химики, строители, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и военные, коммунальщики. Практически у всех на трибунах и своя шумная группа поддержки. Командам предстояло пройти комбинированную эстафету из шести этапов. Для каждого члена команды свое задание. Завершился праздник творческим конкурсом. «Во всех мероприятиях имеется в виду и соревновательных, и каких-то праздничных, походах, по тропе здоровья, по лыжне здоровья, в аквапарке, занимается в группах оздоровительных около 8 тысяч. Плюс сейчас у нас, конечно, стало больше ездить именно на личные соревнования. Это уже до чемпионатов мира мы ездим. Меня это, конечно, очень радует, что более активные стали, отзывчивые. Не знают удержи. Вы знаете, вот, наверное, видно было сегодня по их, как они переживали, как они вкладываются, несмотря на то, что это не итог, не влияет на их от спартакиады. Но они как дети участвуют, радуются». В чемпионате России по волейболу в Высшей Лиге Б впервые сыграли между собой череповецкие команды. «Северянка-2» принимала на своей площадке «Северянку-3». К первым очным встречам череповецкие команды подошли на разных полюсах таблицы. Так «Северянка-2» уже привычно возглавляла турнирную гонку. А третья команда оказалась на последнем 11-м месте, но с двумя победами в активе. Шанс более юных волейболисток был в том, что «Северянка-2» играла не в сильнейшем составе. Часть девушек вместе с главным тренером Александром Кариковым отправились в юниорскую сборную России для участия в отборочном турнире чемпионата Европы. Плюс «Северянка-3» получила шумную поддержку в лице родителей волейболисток. И в первом матче действительно получилась интересная борьба во всех трех партиях, но «Северянка-2», конечно, победила. А на следующий день уже преимущество старших девушек было очевидным, а потому три сета оказались очень быстрыми. Снова 3-0. Нет, это не принципиально. Опять же, девочки друг друга знают. Было интересно просто, насколько они смогут чисто психологически справиться с собой, зная, что там их подруги по команде, которая сильнее, и какое решение они примут в игре. Черепоедские команды сохранили свое положение в таблице, но отрыв «Северянки-2» от преследователей по итогам игровой недели увеличился, так как конкуренты потерпели поражение. Работаю очень много с девочками. Мне кажется, что у нас двиг есть. Есть. В чем проявляется? В чем проявляется? Уже более-менее стали подвижнее девочки, увереннее в себе девочки стали. Не так боятся выходить на площадку, играть на своем поле особенно. Ну и прием подачи, там мелочи, которые, наверное, только тренеру заметны. Алмаз прошел проверку лидером чемпионата МХЛ, и она показала, что петербургский СКА-1946 пока на голову выше всех конкурентов. Поединок начался с обоюда острых атак, и гол, как говорится, назревал. Непонятно было только, в какие ворота влетит шайба в первый раз. И успех отметили хозяева. Ошибкой защитников «Алмаза» воспользовался Иван Иванов. А затем наступил провальный отрезок, когда Череповщане дважды в течение 13 секунд пропустили идентичные голы. Быстрый проход от борта и обыгрыш вратаря. Практически ничего не изменилось и во второй 20-ти минутке. Хозяева спокойно и уверенно чувствовали себя на льду, забросив еще трижды. При этом игра армейцев действительно впечатляла слаженностью и скоростью. «Алмаз» смог ответить только одним голом. В большинстве отличился Владислав Федоров. Третий период прошел более спокойно, и трибуны увидели только одну заброшенную шайбу. И вновь в ворота «Алмаза». Точку в матче поставил Алексей Цыплаков. 7-1 победа лидера. Повторная встреча началась с активных атак обеих команд, но в отличие от предыдущей игры, первую шайбу пришлось ждать значительно дольше. Счет был открыт в конце первого периода. И снова первым забросил форвард хозяев Иван Иванов. Во втором и третьем периодах армейцы смогли забросить еще по две шаймы. В начале второй 20-ти минутки на отложенном штрафе отличился Александр Гордин. А на экваторе поединка голом отметился Марат Хуснудинов. В заключительной третий матча ошибкой «Алмаза» воспользовался Адель Галиулин, забросивший в меньшинстве. А затем Арсений Бринкман сделал счет 5-0. И только за минуту до финальной сирены гол престижа забил Владислав Федоров. Снова поражение «Алмаза» 1-5. В первую очередь нас смяли просто-напросто. Мастерство гораздо выше у соперника. Честно говоря, за 9 лет сколько работал в «Алмаза» я такой мощной команды узка не видел. Это самая сильная команда. Не зря они. Самая большая серия с победами. Очень хорошая, мощная команда. Тяжело с ними. В этом сезоне молодежная команда столичного «Динамо» проводит домашние матчи в Твери. Их гостям от этого ничуть не легче. Вот и эта игра с «Алмазом» проходила волнообразно. Сначала преимуществом владели «Динамовцы», но счет открыли череповецкие хоккеисты. Быстрый проход Егора Чижикова уже на седьмой минуте матча привел к голу. Однако, четыре минуты спустя «Динамовцы» сравняли счет. А еще через такой же отрезок времени «Москвичи» вышли вперед. 2-1 после первого периода. Во второй и третий матч «Аламатовцы» отыгрались в свою очередь. Владислав Герцог могучим щелчком оставил неудел вратаря «Динамо». Победная шайба была заброшена за три с половиной минуты до финальной сирены. Никита Луховской смог отправить шайбу в сетку и принес «Алмазу» победу со счетом 3-2. Это положительный. Самое главное, команда победила. Остальное не важно. Первый матч, конечно, важные события для меня. Настроенные на реванш «Москвичи» начали повторную игру активно. Однако, их стартовый натиск разбился о вратаре «Алмаза» Константина Шостака. А в одной из своих контур-атак череповчане смогли открыть счет. Размеренная комбинация «Алмазовцев» завершилась точным броском Никиты Гуслистова. Во второй 20-ти минутке «Динамовцы» устроили настоящий штурм ворот гостей. Но вратар «Алмаза» был в этот вечер явно в ударе. В третьем периоде «Алмаз» смог забросить еще раз. Быстрая атака череповчан завершилась эффективной игрой на добивании в исполнении Артура Егорова. Хозяева смогли организовать финальный штурм, который, впрочем, не увенчался успехом. 2-0 и еще одна сухая победа «Алмаза». Хоккейная команда «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд. На своем льду череповчане уступили омскому авангарду и повторили клубный антирекорд. Игра в матче против авангарда у «Северсталь» не заладилась с первых минут. Очень быстро две шайбы побывали в ворота хозяев льда. Сначала на третьей минуте в дерзком сольном проходе отличился Игорь Макаров, а затем Павлу Дедунову дали без помех не только бросить по воротам, но и добить шайбу. И спустя 5,5 минут после начала встречи череповчанская команда поменяла вратаря. На лед вышел Рафаэль Хакимов и до поры до времени спасал команду. «Мы допустили ошибки, за которые такая мастерская команда как «Авангард» нас наказала. В то же время сами там мало что создали в чужой зоне, поэтому сейчас надо перестраиваться и побольше лезть на ворота, бросать, закрывать вратаря, надо отыгрываться». Пробить Хакимова гости смогли в начале второго периода. Они использовали большое численное преимущество, играя 5 на 3. На 33-й минуте Егор Морозов один гул отыграл. До логического завершения, доработав эпизод перед воротами соперника. Однако еще до перерыва «Авангард» восстановил перерез в счете, снова реализовал большинство. 1-4. В третьем периоде попытки Северсталя приблизиться к сопернику в счете не увенчались успехом, а Сергей Широков еще и реализовал гулит. Итог матча – 1-5. Десятая подряд поражение Северсталя. «Хорошая командная победа. Мы хорошо начали, забили, парили два гола. И это усилило у нас уверенность, как обычно бывает. Если заболеваешь быстро два гола на выезде, это позволило нам контролировать игру. И очень важно было, что мы провели сильный матч на протяжении всех 60 минут». «Когда все хорошо, конечно, идет все погладко, и так легко. А когда вот такие ситуации происходят, выбираться из них тоже интересно. Вот, и выбираться надо. Я думаю, что ситуация исправима. Из любой тяжелой ситуации есть выход. Вот, и я верю, что выход принесет». Главный тренер Череповчан не исключил и применение новых способов для улучшения игры команды. Например, приглашение психолога. «Это не ко мне вопрос по поводу психолога. Все, что касается льда, да, около командной, около хоккейной дела, это все-таки не ко мне. Я не против любых телодвижений. Шаманов, мне предлагали шаманов один раз, я работал в одной команде. Все зависит от руководства. Если они видят в этом плюс, почему нет». Северсталь смогла прервать серию поражений в чемпионате КХЛ. После 10 проигрышей подряд, Череповецкий клуб смог в гостях в Москве одолеть действующего чемпиона ЦСКА. Но затем последовало очень обидное поражение в Сочи. К игре с чемпионом КХЛ ЦСКА в Москве Северсталь подошла с грузом в 10 поражений подряд. Выдержав стартовый штурм соперника, Череповчане выровняли игру, а в начале второго периода смогли реализовать большинство. Дмитрий Марковин с близкого расстояния поразил уже незащищенные ворота. Минимальные преимущества Северсталь не удержала. В концовке третьего периода Кирилл Капризов сравнял счет. И в основное время ничья 1-1. В овертайме Дмитрий Марковин принес победу Северстали в первой же атаке Череповчан. Итог матча 2-1. Серия поражений наконец прервалась. Все поражения были в одну шайбу. Все поражения были в овертаймах, по булитах. По булитам у нас были шансы выиграть, проиграть. Просто фортуна отвернулась. Плюс у нас очень молодая команда. Им нужен опыт. И вот как раз такие победы, они ребят придают уверенность. Не просто было сегодня. Северсталь сражалась и у нас там последние игры не все получается. Но всю игру отыгрывались, в принципе, смогли сравнять счет. Наверное, это больше позитивный момент для нас. Поэтому на нигде витой не хочется останавливаться. Есть команда, есть. Команда бьется, команда работает. Все, все через работу, все придет. Большое спасибо, мужики. Я первый раз просто обыграл. Череповчане с хорошим настроением начали матч на Олимпийской арене в Адлере и быстро добились успеха. Уже на шестой минуте Богдан Якимов забил первый гол. Причем эта заброшенная шайба стала для Богдана первой в сезоне в 28 проведенных матчах. А на десятой минуте Якимов уже оформил дубль. На самом-то плохое начало с нашей стороны. По движению мы проигрывали. Все остальные нас полностью переграли. Ну, переграли первый период. Но нам ничего не осталось, кроме как менять свою игру. И на второй период вышли с другим настроем. И самое главное, что команда работала до конца. Не отпускала руку. Сочинцы во втором периоде также использовали численное большинство. За 10 секунд разыграв голевую комбинацию в зоне Северстали. В заключительный третий матч черноморцы еще раз наказали череповчан за нарушение правил. На этот раз гол был забит максимально просто и прямолинейно. Счет сравнялся 2-2. А в конце матча удача отвернулась от гостей окончательно. Рикошет от конькозащитника привел к третьему голу в ворота Северстали. И почти тут же сочинцы поставили жирную точку, забив еще один гол. Итог матча 4-2 в пользу хозяев льда. Хорошо, что все так закончилось. Нам только пропустили два гола, потому что соперник полностью доминировал на льду. И хорошо, что, опять же, наверное, что была сирена. У нас было время отдохнуть, поговорить о раздевалке. И ребята молодцы, что перестроились. Вышли сегодня на следующую игру с таким воодушевлением. Играли так хорошо. Все было замечательно. Сами сломали игру. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на дистанцию через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова